В актовом зале отдела по вопросам миграции торжественно вручили паспорта магаданкам. Девушки 14 лет получили главный документ гражданина в преддверии 8 марта. Елизавета Югова отмечает, что теперь, благодаря паспорту, она приобрела не только обязанности, но и права. Девушка занимается творчеством. Елизавета отмечает, что, возможно, теперь рисование будет не только хобби, а заработком. «Скорее всего, начать уже как-либо подрабатывать с рисунками и оформить это, чтобы легально зарабатывать». С получением паспорта подростки смогут обращаться в суд для защиты своих прав. Кроме того, они смогут вносить вклады в банки и распоряжаться ими. Также 14-летний гражданин должен возмещать причиненный вред и нести уголовную ответственность за совершенные преступления. В молодежном центре подвели итоги онлайн-конкурсов среди некоммерческих организаций. Участники делали видеопоздравления ко Всемирному дню НКО. Им нужно было разместить пост в социальных сетях. Это видеоролики, открытки и другие материалы. Приняли участие 15 организаций. Комиссии, которые отсматривали эти ролики, пришлось поменять номинации, с которыми мы обращались и выходили на этот конкурс. Потому что основная часть роликов была настолько интересной для нас, для людей, которые непосредственно общаются с некоммерческими организациями, работают с ними, что мы поменяли номинации. И у нас номинации стали более человеческие, более живые, более интересные вот с этой точки зрения. Из всех команд 13 стали победителями конкурса. Магаданский театр в преддверии Международного женского дня присоединился к всероссийской акции «Шляпная провокация». Зрительницам предложили прийти в театр в головном уборе. Мастер по изготовлению шляп рассказывает, что на одну такую требуется в среднем около 3-4 дней. В декоре используются перья, шелк, цветы, вуаль. Ручная работа кропотливая, но интересная. Целый спектакль, который я делала от самого начала и до конца, и там было очень много головных уборов, именно женских, вуалеток, типа вот моей, то, что у меня сейчас на голове. Это у нас «Королева Чардаша». Был очень большой спектакль, мы очень много работали, была хорошая, художник приезжала, и мы плотно с ней работали, и получился очень большое количество шляп, и они все красивые, и их все можно вот прямо на показ выставлять. Каждая зрительница, которая пришла в шляпе, получила комплименты театра. Бесплатное посещение спектакля «Баби Бунт». Поздравляем вас с Международным женским днём. Очень приятно. Спасибо. Что еще не скажу. Заходить получается? Да, да, да. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим поздравить вас с наступающим Международным женским днём, чтобы вы оставались такой же красивый, жизнерадостный, чтобы вы были счастливы. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Ребята, спасибо. Поконите. Нет, сейчас держи, звучишь. Так, ну пойдем туда можно. Будьте здоровы, растите большие. Успокойся, мальчик. У меня уже много лет. Уже 85. Может, тут еще прожили? 85 лет я прожила уже. Ну вот, желаю вам счастья, здоровья. Спасибо большое. Чтобы было как можно больше счастливых моментов. Поздравляю вас с наступающим Международным женским днём. Спасибо. Желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни не болеть. Спасибо большое. Поздравляем вас с наступающим Международным женским днём. Желаю вам счастья. Такое же оставаться красивой, жизнерадостной, чтобы у вас все хорошо получалось. Спасибо, ребята, большое. Спасибо. Держите, вот цветы. Желаем счастья, здоровья и больше счастливых, радостных моментов. Спасибо. Сегодня я впервые участвую. Мы выдавали цветы, открытки всем ветеранам в нашем городе, которые находятся в этом здании. Проводится эта акция ежегодно. Добрый день. С наступающим Международным женским днём. Ой, спасибо. Как приятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Как приятно. Спасибо. Спасибо. С наступающим вас в 8 марте. Всего вам всего доброго вечера. Улыбайтесь. Солнце вам побольше. Лучше. Будем на работе. Уйти. Спасибо большое. Да, не дайте. Спасибо. Сегодня в преддверии Международного женского дня Федеральная служба судебных приставов по Магаданской области решила присоединиться к всероссийской акции «Вам любимые». В связи с чем хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником. Пусть весна принесёт в вашу жизнь счастье. Добавить новые краски в обычные будни. Будьте счастливы, любите и будьте любимыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я очень счастлив, что в Магадане такая красота. Вот всё, о чём мы нам сейчас говорили в заставках, это всё присуще вам. Красота, глаза, стан. И при этом вы ещё замечательные специалисты. Вы работаете на интересы города в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, науки. Всё это вы. А самое главное, что вы несёте вдох, тепло и уютно. Пока на Россию сваливаются санкции и ограничения, в Магадане наступила весна. Будет ли нас радовать хорошей погодой эти выходные или нет, мы узнаем у жителей города. В воскресенье, 6 марта, в Магадане переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 12, днём до минус 8 градусов мороза. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная 45%. В понедельник, 8 марта, в Магадане значительно облачная температура воздуха ночью до 14 днём до 9 градусов мороза. Ветер северо-восточный до 300 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 744 миллиметра ртутного столба. Влажность комфорта 50%. В автроник, 9 марта, в Магадане пасмурная погода. Температура воздуха ночью до 10 днём до 5 градусов мороза. Ветер северный, атмосферное давление очень низкое. 736 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная 57%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова